Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваша» информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Вот новый поворот. Концерт «Тракторные заводы» вступил в новую фазу своего развития. ЕГЭ-2017 или экзаменационные новшества этого года. В ожидании летом детские загородные лагеря готовятся к первой смене. Концерн «Тракторные заводы» вступил в новую фазу своего развития. Сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу министра экономического развития «Чуваши» Владимир Аврелькин рассказал, как решаются проблемы предприятий, входящих в концерн. Концерну «Тракторные заводы» уже был выделен целевой кредит на сумму 1,9 млрд рублей. Этой суммы хватило, чтобы решить главные проблемы. Предприятия погасили все имеющиеся долги перед энергетиками, налоговой службой. Удалось погасить и задолженность по заработной плате. Сейчас в концерне выстраивают стратегию развития на ближайшие годы. По словам Владимира Аврелькина, все заводы, кроме промтрактора «Вагон», уже обеспечены заказами. Сегодня концерн развивается. Сегодня проблема концерна – это набрать персонал, который за эти два года тяжелого, к сожалению, по объективному обстоятельству нашли другое место работы своего. Поэтому сегодня идет интенсивный поиск рабочего персонала, инженерных кадров, для того, чтобы вернуть свою былую славу продукции и имиджу концерна, предприятий концерна. Это и промтракторы, и агрегаты завода, и промтракторы «Вагоны», «Промлет». Сегодня министр экономического развития, промышленности и торговли посетил завод по производству клинкерных материалов. Несмотря на сложности, предприятие работает в штатном режиме и развивает рынки сбыта. Руководитель Минека рассказал о том, как в республике реализуются инновационные проекты. Подробности в новом выпуске программы «Сделано в Чувашии». Она выйдет в эфир 29 мая в 20 часов 30 минут. Сегодня в школах Чувашии организаторы отрабатывают процесс проведения единого государственного экзамена. Впервые в этом году контрольно-измерительные материалы, сокращенно кимы или просто задания, будут печатать прямо в аудиториях. Подробнее об этом и других новшествах экзамена 2017 Ольга Пырочкина. Каждый год в единой государственной аттестации для девятиклассников, сокращенно ОГЭ, для одиннадцатиклассников ЕГЭ, появляются какие-то новшества, и 2017 год не исключение. О девятиклассниках. Если в прошлом году на получение аттестата влияли оценки только по двум экзаменам из четырех, то в этом году влияют все четыре. Кроме того, по-новому будут запускать в пункты проведения экзаменов сокращенно ППЭ. В этом году у нас будет пропуск в АППЕ и в девятых классах через металлоискатели. Это, в принципе, тоже существенный момент. В прошлом году, например, из всех нарушений по девятым классам, это основная доля, опять-таки, были сотовые телефоны. Это вообще самое распространенное нарушение по стране. Так, в Ставрополе девушке удалось пронести телефон в высокой прическе. Его обнаружили, когда тот зазвонил. Девушка забыла отключить звук. Специалисты предупреждают, даже если выпускник сможет пронести телефон, воспользоваться незаметно им невозможно. Везде камеры. А в случае его обнаружения, даже если им не воспользовались, ученика выпроводят с экзамена и аннулируют результат. Для одиннадцатиклассников тоже есть новости. Если посмотреть контрольные измерительные материалы для одиннадцатиклассов, здесь таких больших изменений нет. Единственное, по биологии, химии и физике тестовые задания убраны. По биологии экзамен на 30 минут будет проходить дольше. Впрочем, главное новшество коснуться организаторов экзамена. Впервые кимы или задания будут печатать прямо в аудиториях на специальных принтерах, а не приводить в конвертах спецсвязью. Это сделано для еще большей защиты от возможных утечек информации и экономии бумаги. Ольга Пырыщкина, Александр Петров, Республика. А пока выпускники школ готовятся к ЕГЭ, ученики помладше участвуют в Зарнице и Орленке. В Чувашии стартовали 49-е юно-армейские игры. Одними из первых на импровизированные военные сборы вышли школьники Яльчикского района. В финальных играх Яльчикского района участвуют 18 подразделений юно-армейцев. Участникам предстоит продемонстрировать навыки владения оружием, умение стрелять из пневматической винтовки, показать знания основ безопасности жизнедеятельности, строевую и туристическую подготовку. Данные знания, конечно же, в жизни всегда пригодятся, потому что наши юноши пойдут служить в ряды вооруженных сил. Дети всегда с удовольствием приезжают, они здесь и получают очень много навыков, а также очень много полезного для себя получают. Победители районных игр будут участвовать в республиканских, которые пройдут в июне на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Цивильском районе. Закупочные цены на молоко от населения. Эта тема стала одной из актуальных по итогам единого информационного дня, прошедшего вчера по всей Чувашии. Результаты встреч прокомментировал министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Ситуация в некоторых районах ужасающая. Мы убедились во всем этом, дали оценку каждому району, постарались дать. Где-то работают активно и в этих районах, где работают в понимании местные власти, сборщики молока, населения, там цены сегодня на молоко на уровне 17-18 рублей. Есть районы, где абсолютно не ведется работа. И вот, например, в Урмарском районе цены дошли до 11 рублей. И населению постоянно говорили, что у вас молоко некачественное, и поэтому у вас цены дешевые. Вчера, и эта работа планово проводится, и вчера была проведена работники ветслужбы, отбирали пробы во всех поселениях. Нельзя сказать, что везде там нигде не добавляют воду, везде качественное молоко, но в большинстве районов совсем нет повода говорить, что молоко некачественное молоко. Абсолютно соответствует тем показателям. Очень много обращений и жалоб, обращений со стороны населения. Сегодня, где население обращается, что собирают сборщики, которые нигде не оформлены, они не знают, кому сдают молоко, нет договоров. Власти никак давить на кого-то, на перекупщиков, как вы называете, или на те организации, которые занимаются закупкой молока, давить неправомерно не могут и не собираются. Просто те факты, изложенные в обращениях, они должны быть проверены. Злоупотреблений быть не должно. Нужно знать, кому мы сдаем, с кем заключены договора. Поэтому здесь мы тоже разъяснительную работу будем вести. С наступлением сезона отпусков активизируются квартирные воры. В МВД отмечают, весной и летом количество краж заметно увеличивается. Как обезопасить имущество от преступных вторжений в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. На минувшей неделе в один из чебоксарских отделов полиции обратился горожанин. Мужчина заявил, что в квартиру проник неизвестный и похитил его сбережения. В одной из комнат была установлена видеокамера. На записи видно, как домушник внимательно осматривает чужое имущество и похищает из кошелька деньги. Благодаря системе видеонаблюдения незваного гостя удалось опознать и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 60-летний житель Чебоксар. Способ, как проникнуть в квартиру, выбрал простой и надежный одновременно. Сами преступники ходят и проверяют, ищут, где именно двери открыты. После чего спокойно, так как доступ в квартиру открыт, свободен, проходят и совершают вот эти кражи. Напоминают о правилах безопасности и участковые. В наступивший дачный сезон они обходят доверенные территории и проводят с жителями беседы. В первую очередь с пенсионерами. Именно они нередко становятся жертвами не только квартирных краж, но и мошенников, представляющихся работниками различных социальных служб. Вот обманывают людей. Приходят женщины под видом соцработников, под видом продажи меда. Приходят и обманывают людей. Дают вам фальшивые купюры на размен с 5000 рублевую. Дают вам и говорят, разменяйте нам, пожалуйста. Любителям выкладывать фотографии с места отдыха в интернет. Также следует быть начеку и помнить, что домушники тоже сидят в соцсетях. А значит, такие снимки для них окажутся поводом для посещения вашей квартиры. Чувашия вошла в число региональных лидеров по развитию сельского туризма. Республику в федеральном центре назвали субъектом с уникальной природной средой. Сейчас в Чувашии насчитывается более 10 объектов экологического туризма. Особой популярностью у гостей из других регионов и стран пользуются древние места захоронений, курганы и заповедники. В республике продолжают реализацию этнографического проекта «Ясно». Этот объект включили в федеральную целевую программу. Немало туристов в прошлом году посетили мемориальный комплекс космонавта Андриана Николаева, святые источники Вабашева, национальный парк Чуваш в Армане, этнографический музей в Ибрестинском районе. В эфире нашего телеканала вышло немало сюжетов и передачи об этих туристических маршрутах. Это курная изба конца 19 века. Мы с вами находимся в этой избе. Она была перевезена в 1980 году в наш этнографический музей. В 1980 году в селе Хармалы в этом доме жила бабушка. В курной избе вся мебель была непередвижная. Она как бы, вот эта кровать, как бы забитая к стене. Эту кровать не передвинешь. На этой кровати спали мама и маленький ребенок. А самый маленький ребенок – колыбельки. Семьи были большие, по 10 человек. И вот остальные члены семьи спали на полу. И еще одна новость из федерального центра. В опытном хозяйстве Ядринского района в июле этого года проведут Приволжский день поле, ячмень, солод, хмель и пиво России. Чувашии предстоит принять более 500 представителей агропромышленного комплекса страны и гостей из Германии. Участники форума обсудят перспективы семеноводства и производства ярового ячменя. 24 мая все загородные лагеря должны быть готовы к началу летней кампании. Сейчас в них идут ремонтные работы. Где-то надо укрепить крышу, где-то реконструировать жилые корпуса, где-то обновить спортивную площадку. Наша съемочная группа побывала в лагере «Березка» и узнала, как он изменится к лету. Новая игровая площадка скоро появится рядом с корпусом для самых маленьких. Сейчас рабочие заканчивают ее монтаж. А рядом со спортивным футбольным полем строится площадка для активных игр – баскетбола, футбола и волейбола. Здесь будет установлено ограждение и уложено резиновое покрытие. Для привлечения больше детей, для того, чтобы дети отдыхали, занимались спортом на нормальных площадках, которые должны быть, которые уже установлены в школах города Чебоксар, в городе Чебоксар, администрация выделила нам деньги для того, чтобы мы реконструировали наш стадион и поставили площадку. В этом году на подготовку лагеря к новому летнему сезону выделено 2,5 миллиона рублей, а бюджет всей оздоровительной компании – 62 миллиона. Это и субсидирование льготных путевок, и материально-техническое оснащение загородных лагерей. Кроме внешних изменений, есть изменения и в программах смен. Первое и четвертое будут разделены пополам, и они же будут профильными. Так, первые 10 дней июня посвятят занятиям по английскому. С 13 по 22 дети будут постигать азы театрального мастерства. Старшие дети в школах сдают экзамены, а маленькие дети некоторые не выдерживают 21 день, или родители просто на 21 день не хотят отпустить детей. И поэтому мы их разбили и сделали смены профильными. Четвертая смена, у нас уже был опыт, весной мы проводили, эта смена будет делиться на три подпрофиля. Значит, робототехника, опять же, английский и медицинский. Лагерь обещают сдать к 25 мая. К заезду детей проведут обработку территории от комаров и других вредителей. Проверят на безопасность. На сегодняшний день в наличии имеются путевки, и они будут предоставлены всем желающим. Кроме того, 18 мая стартовала реализация отказных путевок, тех, на которые были поданы заявки, но по каким-либо причинам их не выкупили. По всем вопросам можно смело обращаться в управление образования. Такие профильные смены открываются не во всех лагерях столицы. Поэтому родители могут выбрать подходящий вариант отдыха для своих детей. Татьяна Молок, Валик Якимов, Республика. На работу на велосипеде завтра, 19 мая, состоится ежегодная всероссийская акция Министерства транспорта России. Принять в ней участие и обменять утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства, может любой желающий. Показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может стать эффективной и разумной транспортной альтернативой, такова цель акции. Кстати, весьма ответственно к ее проведению подошли в Янтиковском районе. Там разработали положение проведения акции. Руководителям организации и предприятий рекомендовано организовать стоянку велосипедов и обеспечить их сохранность в течение дня. И даже вручить призы тем, кто приедет на работу на двухколесном транспорте. Стать участником акции на работу на велосипеде можно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия. russia.biketowork.ru Наши новости можно увидеть на сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова